Всем привет дорогие мои, с вами Коминова Аня, проект Федерик Онлайн и в этом видео мы с вами обсудим до заказ коллекции от Бурматикова, которая не была доступна, когда мы ее заказывали по вид новиночкам. Ну что ж, сейчас на мне трикотажное платье с коротким рукавом для женщины, артикул 529-003, размер 50-52, то есть тут нет одного размера, тут все по два размера дробится. Вот, что хочу про него сказать, платье классное, я его себе оставляю, оно очень хорошо растягивается, тут значит собрано получается на резиночку, а вот тут по бокам резиночки нет. И платье, лично мое мнение, оно меня очень сильно странит, и оно мне действительно идет, и оно мне понравилось. Я его возьму с собой куда-нибудь на отдых, теплым летним вечерком, в сланцах, я думаю, будет классно в нем прогуляться. Оттенки мои, все мое, и оно очень комфортно, оно в средней плотности идет, рукавчик тоже хорошо растягивается, тут тоже все очень хорошо растягивается, тут идут такие сборочки небольшие, и вот тут сборочки. А вот самое интересное, что сзади они тоже есть, а по бокам нету, и это вроде бы дает скрыть все недостатки, да, животик скрывает очень хорошо, а бока не дает дополнительного объема, и это платье, оно действительно очень классно странит, мне понравилось. Так, мама тоже решила присоединиться, как маме платьишко, напишите, пожалуйста, как вы видите, мама подтянула фигурку, стало совсем здорово. Итак, трикотажное платье с укороченным рукавом для женщины, на мне артикул 528-787, размер 52, это на Маре, а на мне трикотажное платье с укороченным рукавом для женщины, размер 50, артикул 528-786. Ребята, это точно такое же платье, как бежевое с черным, такие же кармашки, как вот в прошлом видео, да, то есть только оно идет розовое с синим, и в принципе очень даже хорошо сочетается. Тут снизу шлица, шлейка, кто как на ютубе любит называть, так не назовешь, что неправильно, и вот ее можно распороть, если вы себе это платье оставляете, и уже входить в этом платье. Можно также это платье с поясом, можно без пояса, как вам будет удобно. Оно легкое, оно классное, оно хорошо тянется, карманы глубокие, очень даже удобные, в тех местах, где можно что-то положить, оно не будет выпирать как раз, да, вот в мозге ноги, что я думаю тоже очень важно. А что оно еще делает, оно очень сильно выделяет грудь, замочек у него идет вот отсюда, снизу, до самого верха, и вот тут вот почему-то розовый замочек идет, вот, но я не знаю, черный или синий подошел ли бы вот сюда, поэтому мне кажется, самое оптимальное, что они могли придумать, это вставить сюда розовый замок, получается. Ну вот, в принципе, и все. Пишите, нам интересно мнение, потому что платье спорное, вот, мне хочется узнать ваше мнение, ваш совет, как мне. Так, сейчас на нас платье с коротким рукавом для женщины, выполнено под джинс, но это очень натуральная ткань, стопроцентный хлопок, ребята. Размер на маме 54, артикул 528-937, а на мне 52, артикул 528-936. Платье мне понравилось, ну вот, смотрите, 52-й мне грудь в обтяжку, я вам свои данные оставлю под видео, вы можете посмотреть, они будут прикреплены. Маме то же самое, 54-й размер, вот, мам, повернись задом, да, как вы видите, слегка, ну вот в плечах, если нормально, то вот тут вот у нее вроде бы все свободно, все здорово, шлицы, шлейки тут у вас внизу нету, то есть она полностью идет прямая. И получается, пояс в комплекте не был, хотя петельки есть, а пояса не было в комплекте. То есть их петельки можно убрать, так просто носить. Я это платье, как вижу, вот смотрите, у мамы тоже, тоже большая грудь, это проблема, и у нее тоже, если она вот так вот натянет, немножечко, да, пошевелится, то у нее тоже тут вот будет все выпирать. Что мне не понравилось, мне в этом комплекте тоже, то же самое, видите, я застегиваю, у меня тут вот проплешинка, да, что грудь видно. Также, когда я присаживаюсь на стульчик, расслабляюсь, у меня вот это место тоже тут вот все вот оно как бы расходится, и вот это мне не понравилось. Хотя платье на мне смотрится как бы оно свободное, оно подвисает, но я его в руки не смогла застегнуть. Но я его оставляю, потому что у меня его вижу не так вот просто его носить, а я его вижу, что я надела какую-то маечку, его вот до сюда расстегнула и ношу с маечкой, и тогда будет смотреться красиво. Маечка любая, телесного цвета, белого цвета, будет смотреться великолепно. Мне очень понравилось, это нормальный такой походный вариант, можно его даже расстегнуть и использовать как плащ. Вот что мне понравилось, да, например, с какими-то, допустим, штанами и вот этой штучкой, и сверху его надеть и не застегивать, не завязывать, а вот так вот выходить в нем, да, можно там на одну пуговку застегнуть. Тоже будет смотреться прикольно. Я вот такие вещи не люблю в родном исполнении, да, я их люблю с чем-то сочетать, комбинировать, чтобы получалось стильно, и тогда будет, в принципе, здорово. Вот, так что, в принципе, вещь классная, я оставляю так. Даже если, нет, оно не особо затянется, ребят, но оно идет размер в размер, но, девчонки с большой грудью, подумайте, взять, например, два размера, какой не подойдет, один вернуть, потому что грудь может не поместиться и пуговки начнут разъезжаться. Но, в принципе, у меня эта проблема всегда, и на всех платьях, которые вот так вот сидят, иногда я вот сюда пришиваю дополнительно пуговку, чтобы, или кнопочку пришиваю, вот что-то такое, чтобы вот тут вот не было ничего. Ну, это, в принципе, жизненно, и в магазине такие вещи точно так же смотрятся. Вот, я сколько заказывала, мы и в ЦУМ ходили, и в различные интернет-магазины типа Бомпринц, там, не знаю, Вальберис и так далее, везде. Вот, мне нравится платье-рубашка, оно действительно классное, но если мне хорошо по бедрам, то грудь не входит. Я думаю, это нормально, поэтому эту проблему научилась решать таким образом, что я купила наборчик из, по-моему, там, 50 этих, как их, не крючочков, а кнопочек, да-да-да, 50 там кнопочек, и я просто вот, у меня они там убывают, я везде вот так вот делаю, если мне нужно. Но вот это платье я делать так не буду, я его буду носить с чем-нибудь, вот с маечкой или еще. Вот, маме 54 размер великоват, я взяла попробовать 54, почему вообще? Потому что очень часто бывает так, что мы, такие вот вещи, они маломерят у компании Фаберлик, но это вещь размер в размер, прямо идеально, поэтому больше не берите, шикарно смотрится, шикарно сидит, абсолютно не растягивается, поэтому строго свой размер берите, меньше не берите. Сейчас на нас джинсовая коллекция, очень спорный вопрос, все покажу очень подробно вам, ребята. Значит, смотрите, юбки у нас нечаянно пришли одинаковые, я, Катюшка, заказывала 46-ю юбочку, но почему-то получился пересорт, на ней 50-52, но юбка для ее роста, в принципе, нормально смотрится, да, но она ей видно, что она слишком большая, слишком великоватая, да, то есть три юбки, артикул скажу позже, тут глубокие карманы, все отлично. Кофточка на Кате, я заказала ей примерить, потому что она зеленые любит, но я не знала, как ли этот фасон. Понравится он, мне нравится, нравится, оставляешь себе, да, как-то очень милая блузочка. Да, а ты ее еще вытравь, чтобы мы показали длину, да, чтобы гулка. Но она не очень длинная. Не очень, да, значит, 46-48, артикул 528-896, так, состав 95 хлопок, 5% полостан, в общем, такая вот яркая, но рыжульком идет вот это все, нет, зеленые, да, зеленые идет рыжиком. Далее идет курточка, да, курточка идет, получается, 48 размер, артикул 528-833, 100% хлопок. Вот все, что мы оставляем из этого образа, это верх, низ, конечно же, на возврат, потому что... Ноги тоже? Да, не тот размер пришел, Катя, вот, и получается верх, если нормально, но вот смотрите, она на ней вроде бы свободна, и, я думаю, кому не хочется, чтобы вот оверсайз было, да, как сейчас по моде, можно сделать на 46-й, 44-й, да, то есть, поняли, на размер меньше своего можно брать, и все, у вас будет отлично, она не будет вам мала ни в коем разе, даже вот, вот тут вот, ну тут вот, в принципе, уже в обтяжку, да, идет? Не, так, ну да, да, ну да. Нет, можно, можно еще на размер меньше взять, если захочется, но сейчас молодежь такая, она вам в обтяжку носить ничего не будет, у них всякие худи по колено и так далее. Вот, так, я, сейчас покажем меня, значит, так, ну и что касается меня, жилет из джинсовой ткани для женщины, у меня размер 50, артикул 528-834, так, мамуля, держи. Так, что могу сказать, он коротенький, он подойдет и со штанами, и с юбкой, и с юбкой-карандашом, то есть он такой нормальный, тут вот не спадающий, получается, так же, как и у Катюши, и у мамы не спадающее плечо, и далее идет вот эта вот пышнота, да, которая была ранее модна, вот. Он очень короткий, и по идее тоже я могу его заказать, вот, можно, в принципе, вот, даже на размерчик меньше, если что, заказать, если захочется, но мне не захочется, вот. Вот карманы настоящие, изделия на искус, даже на искус не особо тянется, то есть оно, что вы закажете, такое и есть. Значит, нормальная такая джинсовка, по моде, все как обычно, все идеально, на великолепнейшем. Есть у меня, сейчас я достану, прочитаю артикул 528-852, блузка типа корсет с джинсовой тканей для женщины. Тут в составе входит пуговка, мало ли, запасная, еще что-то. Берите на размер на два поменьше, ребята, потому что у меня, как вы видите, все раскрылось, все видно. Она на самом деле получается не такая уж и высокая, да, то есть вот без сюда размером. Вроде бы, если потали хорошо, то она очень сильно велика в груди. Мы пытались и лямки подтянуть, и все, но если подтягиваете лямки, вот это место, оно еще больше отвисает, то есть некрасиво, нехорошо, пробуйте брать на размер на два даже, может быть меньше, потому что я 52-й размер, на мне 50-й размер, я как почувствовала, что оно будет маломерить, и все равно оно мне великолепно. Поэтому, взяв на размер меньше, я не угадала все равно с размером, то есть берите на два размера меньше, как минимум. Юбка, к юбке никаких нареканий нету, но мне не нравится сочетание объемной юбки и объемной джинсовки, и я получаюсь как баба на чайнике, потому что все-таки у меня телосложение ближе к крупному, и вот это вот полным девушкам, конечно, сочетание не особо, мне не нравится. Напишите, как вам, но мне не особо нравится вот это дело. А вот эту юбку отдельно, да, с какой-нибудь светлой маечкой, например, и какой-нибудь такой легкий пиджичочек, мне кажется, будет симпатичнее смотреться, да, или еще можно одеть эту юбку, допустим, кроссовки и какая-нибудь вязаная курточка сверху, да, однотопная, тоже будет очень симпатично смотреться, но не в таком виде. Мне это не нравится, я в нем слишком такая крупнообъемная, но по отдельности я буду смотреться великолепно, и в том, и в этом. Вот эта вещь 100% на возврат, потому что она мне очень велика. Все остальное мне понравилось. Джинсовку тоже, даже с юбкой-карандашом будет хорошо она смотреться. Она будет совсем хорошо смотреться, но когда вы создаете объем и снизу, и сверху, ну, это, наверное, подойдет только каким-нибудь стройным, длинноногим, молодым девчонкам, получается. Вот так вот. Ну, все. Так, значит, на маме юбка из джинсовой ткани точно такая же, 528-846. Ей она тоже понравилась, ткань натуральная, все хорошо, но, говорит, с джинсовкой носить не буду ее. То есть у нас как-то с ним мнения сошлись, да, хотя сейчас вы в кадре видели три поколения, но все три поколения сошлись, что это не смотрится все вместе, потому что слишком объемно. Вот, джинсовка у мамы 52-й размер, если у меня джинсовка, по-моему, 50-й, да, у меня 50-й, у мамы же 52-й. Мама тоже ее оставляет, потому что тоже можно и с юбкой, и с джинсами, и со всем ее носить. Да, то есть таким теплым летним вечером будет вообще шикарно. Она плотная, она легкая, она натуральная, кожа будет дышать отлично, и комары не прокусят. В общем-то, да, у нас вот Кировская область очень комаринная, если честно. Поэтому, да, вот юбку мама оставляет, джинсовку мама оставляет, вот, я же оставлю, наверное, только джинсовку. И Катя тоже только джинсовку оставит, вот такие, ну, мы еще подумаем. Так, сейчас на нас платье с коротким рукавом для женщины. Получается цвет-мультицвет, мультиколор, стопроцентный хлопок. На вами 52-й размер, мамуля, покружись. Получается артикул 528-886. На мне 50-й размер, артикул 528-885. Ребят, это большие мерки. Берите на размер меньше, потому что... А то и на 2. Ну, да, может быть, даже и на 2. Потому что, если я 52-й, на мне 50-й, 48-й, то и мне надо было 48-й заказывать, чтобы оно хорошо смотрелось. В принципе, платьишко легкое, классное, невесомое, ткань натуральная. В нем будет хорошо очень летом, но на 2 размера меньше точно, видите. Тут уже, конечно, перебор. Даже непонятно, то ли я так похудела, потому что вся коллекция велика. Но, судя по, опять-таки, платью-рубашке, да, которое под джинс сделано, да, 100-процентный хлопок, я не похудела 50-й. То есть, все-таки, мой размер. Вот, 52-й у меня там, да, был, по-моему, если я не ошибаюсь. Поэтому не совсем понятно, но на Мави вообще безобразие. На Мави висит все. Вообще просто вот. И на мне тоже, как бы, вот тут вот эта вот штучка мне не нравится. То, что она вот, как бы я ее не делала назад, немножечко подвигаешься, и она опять вот тут вот встает. Такая вот. Вот. В общем-то, в принципе, кому нравится, у вас сайс будет хорошо смотреться. Вот. Но 2 размера меньше, как минимум. И тогда вы будете аккуратно смотреться. И вот тут вот этот размер, разрез с квадратиком, да, он очень-очень впритык с линией бюстгальтера. Вот тут тоже будьте осторожны, потому что если оно будет велико вам, то у вас все будет вот это вот выставляться каждый раз. Тут идет очень удобный такой вот резиночка вставлена. Тут тоже вставлена резиночка, но она такая, до такой степени свободная. Она не то, чтобы ткань формирует, она формирует изделие, чтобы оно не смотрелось таким вот, да, прямым, еще каким-то. На Мави вообще свободно выйдет. Ей бы потуже вот это все делать. Мне кажется, что если мама примерит вот сейчас 50-й размер, вот этот, который на мне, ей будет хорошо. Мам, давай поэкспериментируем. Мне неинтересно, потому что мне надо как минимум 48. Ну вот и посмотрите, на Мави на размер меньше. Еще бы меньше хотелось. Поэтому, да, действительно два размера. Если мама 52-й, то ей надо 48-й. Да, то есть вот в таком вот ключе. Ну, хотя это уже аккуратнее намного смотрится. Вот напишите свое мнение. Вот это, на мой взгляд, уже аккуратнее. Меньше спинку дует, а все намного лучше стало. Ну что ж, ребят, а на мне? А на мне? Получаются трикотажные брюки для женщины. О, с воздлинным рукавом. Помните, да, она в прошлом обзоре мало мерила. И я ее перезаказала на 54-й размер. И вот на мне она села идеально. Значит, 100% хлопок. Артикул 528-913. То есть вот эта вот блузка, она реально маломерка. Далее, значит, у нас получается трикотажный жилет для женщины. Артикул 528-819. Размер 52. То есть вот тут прямо тютелька в тютельку. Все идеально. Больше не нужно. Меньше тоже не нужно. То есть это идет размер в размер. Все хорошо. Мне все нравится. И трикотажные брюки тоже 58-й размер. Артикул 528-811. Тоже, как вы видите, и длина, и все идеально смотрится. Так, состав 68 вискоза. У брюк 27 нилон, 5 эластан. У пиджака, ой, у пиджака получается 68 вискоза, 27 нилон, 5 эластан. В принципе, то же самое. Мамуля, подержи. Так, смотрите. Значит, что мне понравилось в пиджаке. Значит, тут карман-обман. Это, во-первых, манжеты. Ой, манжеты как-то. Да, то есть он идет таким вот образом. Тут карманы не обманы. Они очень даже глубокие. Сейчас они вшиты. Шлейки или шлицы у них нету. Да, вот в этом месте все ровненько, все хорошо. Вот тут вот кармашки, да, они продолжаются на темном фоне светлыми. Мне кажется, это нормально так, стильненько смотрится. Штаны. Самое интересное, вот сочетание светлое с темным, мне кажется, что удлиняют немножко ноги и стройнет. Вот это действительно так. Так, еще, что хочется сказать. Длинноногие девушки, вам эти штаны будут короткие, потому что я ростом 162 сантиметра. А штаны короче, чем нужно. Далее смотрим. Тут идут карманы. Такие ничего хорошенькие. Тоже сели они на мне размер в размер. Так же, как и нужно. Никаких нареканий нету. Значит, у пиджака идет такая вот синтетическая какая-то вот эта вот... Как это даже назвать? А, подклад. Подклад такой синтетический идет. В общем-то, все хорошо. Пуговки. Такие вот коричневые пуговки. И на них написан логотип бурмантиков. Тоже все прикольно. Далее, значит, у штанов. Что мне понравилось? Тут идут плоские такие вот застежечки. И вот эти вот плоские застежки, они не создают дополнительный объем. То есть, это не пуговицы, не еще что-то. Да, то есть, вот тут одна пуговка. Мы ее вот так вот сюда застегиваем. Да, вот это место. Потом идет такой вот замочек светленький. И вот дальше еще вот так вот они надеваются. Главное, увидеть, что я делаю. Да? То есть, таким вот образом надеваются. И нету дополнительного объема. Брюки идут без ремня. То есть, но ремень, какой хочется, вы уже сами свой вставите. Или бежевый, или черный. Да, то, что вам будет нравиться. Также этот комплект очень хорошо подойдет не только с белой блузкой, но и с красной. Вот мне муж говорит, красная блузка. Было бы вообще здорово. Вот. Но красной блузки у меня, к сожалению, нету. Я примерила с белой. Вот с этой вот 54-го размера. Она мне очень понравилась. Я ее себе тоже оставляю. Хотя это прошлая коллекция. Но я ее вот в эту коллекцию заказала за одним. Специально вот с этим. Да, то есть, ну а сильно белая, с таким вот, как бы, блеклым белым, или как, с бежевым, с светло-бежевым. Он не очень-то, как бы, хорошо смотрится. Мне кажется, с красным будет вообще отлично, идеально. Так, сейчас на нас легкие трикотажные джемперы. И новые штаны, новые брюки. Итак, давайте начнем с джемперов. На маме 50-52 размер. 95 хлопок, 5% волоска. Артипл 528-905. Вот. Он идет с коротким рукавом. Рукавчик, как и у меня, да, точно так же собирается. Тут тоже идет очень симпатичная сборочка. Пыльная роза. Мне вообще нравится этот оттенок. Мне прям хорошо. И у мамы прям глаза такие сразу зелено-голубые стали. Ей прямо этот оттенок оттеняет ее нормально. Так, на мне. Ох, не запутаться бы в пакетиках. Значит, у меня с коротким рукавом артикул 46-48, 528-907. То есть, размер 46-48, а артикул 528-904. Смотрите. Я думала, она мне будет маловато. Но она мне в самый раз. То есть, эта моделька, опять-таки, она идет оверсайз. Если вы хотите, чтобы она смотрелась аккуратненько, так же, как и на мне, заказывайте на размер меньше. Если хотите оверсайз, заказывайте размер в размер. То есть, если бы я заказала свой размер 50-52, я до сих пор не могу понять, какого я размера. Вот, между, я сейчас между этими двумя размерами, то она бы на мне была свободновата. Да? То есть, вот у мамы грудь немножечко побольше, плечи немножечко тут вот побольше, и на ней уже смотрится 50-й аккуратно. На мне же вот так смотрится это. Поэтому, тут делайте такой вот вывод. Далее. Далее. У нас идут штаны. Значит, темно-синие брюки на мане сейчас на данный момент. Размер 52. Артикул 528-862. 97 хлопок, 3% эластан. Слушай, тянутся они? Нет, они очень плохо тянутся, да? Плохо тянутся. Легонькие, хорошенькие. Ну, вот как раз сейчас на весну носить отлично. Тут и на темно-синих не видно, но есть такой же загиб, как и у меня. То есть, их можно сделать длиннее, если хочется. Но тут шито, конечно, крепковато, но можно расшить, расставить. Да, то же самое у мамы. Да, такой же загиб идет. Значит, карманы. Вот такие, они глубокие вообще. Вот у руки. Вот так вот ходить. Просто чисто руки в карманы, кто любит. Пояс. Значит, пояс тут можно убрать. Вообще он убирает. Да, пояс целиком можно убрать, заменить на другой. Это тряпичный пояс. Тут идет такая вот, такая же, как у меня. Я думаю, на свет вам лучше видно. Вот оборочка. Такая, как это, рюшечка. Как ее позвать, да? То есть, но она тоже не тянется. Штаны не тянутся. Они одеваются. Тут есть имитация ширинки, но самой ширинки как таковой нету. То есть, ну, такие вот аккуратные штаны я, в принципе, с удовольствием себе оставляю. Так, длину. Так, мои штаны. Берюки, я уже отрезала витку. 52 размер. 97 хлопок перелостан. Артикул 528-870. И еще хочется показать длину вот этой вот кофточки. То есть, она не сильно длинная, кому нужно, да? То есть, чтобы вы знали именно длину. Очень комфортная, мягкая, приятная к телу. И штаны тоже очень приятные. Я их сейчас надела на капроновые колботки. И мне даже жарковато. Немножко, то есть, на весну самое-самое дно. Сейчас на нас блузка с укороченного колботка для женщины. На маме артикул 528-878. Размер 52. Маме блузка не понравилась. Хотя мне нравится. Она ее свежает. Свет ее. Ей очень хорошо идет, подходит. Так, смотрите. Тут она идет, такая вот петелька на полузочке. Как хорошо мне мама помогает, да? Сама петелька тянется. И пуговка, она идет вовнутрь. Да? То есть, и мы вот так, таким образом застегиваем уже, да? Зацепляем. Все отлично. Так, сейчас я попробую зацепить. Вот. Видите? И сама пуговка, она идет внутри. И вот ниточки, если честно, видно вот наружу. Но это очень мелко, это, ну, незаметно. Вот. Сзади крой прямой. Рукавчики, да? На такой вот очень легкой резиночке. Как вы видите, она такая легкая, симпатичная. Значит, мама 52 размер. И я иду 50 размер, артикул 528, 877. То есть, она мне вот такая вот в расправленном виде. Точно такая же длина. У нас мама и одинаковый рот, по идее. Просто у нее каблуки пониже. И, ребят, дайте мне совет. Я не знаю, у меня такое чувство, что они мне нравятся. Они комфортные и с кроссовками, и со всем. Как-то вот в них хорошо. Они, ну, действительно хорошенькие. Значит, это брюки из джинсовой ткани. Они идут 100% хлопок. Они абсолютно не тянутся, но они свободные. Сейчас молодежь такой носит. Вот. Но я не знаю, как вот не совсем стройная молодежь будет в этом смотреться. Да. Значит, размер 36, 100% хлопок. Артикул 528, 827. Значит, размер я подбирала по табличке размеров. То есть, вбивала свою попу, свою талию. И мне подошел именно вот 36 размер. И он мне сидит просто вот идеально впритык, но не обтягивая. То есть, свободное место еще как бы есть. Сзади тут идет резиночка. Карманы не обманы. Да. Такие нормальные, глубокие. Тут тоже такой не очень-то глубокий кармашек. И вот такие вот как бы штуки, которые придают объем. Вот. Я не знаю. У меня... Я вообще любитель джинсов. Но вот эти джинсы прямо под вопросом. Такое ощущение, что они мне понравились. Но я ни разу не надевала на себя такой пасон. Дайте мне, пожалуйста, совет. Все. Это последний наш кадр. Итак, на маме легкий трикотажный джемпер с коротким боковым для женщин. И тот же самый, что розовый. Что на Катерине был зеленый. То же самое синий. Честно сказать, такой грязно-синий. Не очень красивый цвет. Нам с мамой он обеим не понравился. Вот. Как-то не то немножко. Можно, конечно, его облагородить светлым биджачком сверху. Да. Но вот это все там со светлыми джинсами тоже будет хорошо смотреться. Да. Все это укомпоновать. Тогда он будет смотреться стельненько, как под одевалка. Но как вот самостоятельно. Мне не нравится, как он смотрится. Мам, повернись еще задом. Да. То есть. И вот тут немножечко тоже в натяжечку. Это размер, ребята, внимание. 46-48. То есть он маме, по идее, должен быть маловат. Потому что мама твердый, 52-й размер. Но он ей, а, великоват он, да, маловат он ей должен быть. Но он ей самый раз. То есть ничего не выделяет. Никакие недостатки. То есть никаких гармошечек, вообще ничего нет. Все аккуратненько. Да. То есть вот прямо никаких нареканий продукта нет. Поэтому 52-я дамы вы можете брать 46-48 и вам будет смотреться отлично. Да. Ну, также можете взять и на два размера. Больше свой размер можете взять. Тоже вот оверсайз. Свободно, объемно. То есть сейчас это в моде. Вот. Значит, с мамой решили. 46-48. Артикул 528-900. Вот. Ну, темновато же, да. Согласитесь, что темновато. Не знаю. Ну, вот напишите свое мнение. Я думаю, это важно. Далее на мне. На мне сейчас идет кимоно укороченное. Так. Артикул 860-740. Размер XL. Это 50-й. Состав 100% вискоза. Отделка 97% полиэстер. И 3% эластан. Да. Вот эта вот отделочка. И на штанах тоже. Тапочки новогодние. Я их так люблю, что я все время эти тапочки ношу, ребята. Так. И штаны. Обратите внимание, что штаны мне ужасно длинны. Я бы их хотела укоротить немножечко, потому что они как бы смотрятся отлично, но они очень длинные. Да. То есть даже вот давайте я тапочки сниму. И вы посмотрите, как. Да. То есть вот. Но я все равно их оставляю. Мне они понравились. Они реально шиковые. Но, скорее всего, я обрежу вот эту вот просто темно-зеленую. Но я себе оставлю, потому что расцветочка моя. Цвет мой. Мне очень подходит. Значит, брюки идут размер XL. По попе все отлично смотрится. Сейчас я все поподробнее покажу. Артикул 860-776. Итак, само кимоно идет на двух завязочках. То есть тут ничего не застегивается. Вот раз завязочка. И разворачиваем вот два завязочка. Да. То есть вот. Раз и два. Да. То есть тут вот таким образом оно сидит. Дальше. Вот потеряла артикул я вот от этой кофточки. Кофточка тоже довольно так и симпатичная. Она такая легкая. Она такая приятная. Она такая вообще хорошенькая. Мы Мане такую же заказали к ее кимоно. Да. Вы помните, я где-то в предыдущих видеороликах уже показывала такое вот бордовое кимоно. Красивое. Бордовое с синим. Да. То есть. И вот как смотрятся штаны. То есть они не впиваются. Тонкая резиночка. Шикарная. Все здорово. И классно. Бит приятный. Опрятный. То есть вот этот цвет мне, конечно, очень даже подошел. И вот это кимоно можно носить вот без этой вот футболочки. Потому что, в принципе, оно вот прям идет точь-в-точь. Да. То есть вот по этому вот месту. И если вы немножечко потуже сделаете, то в кимоно можно и нагибаться, и все. И не обязательно вот эту вот под одевалочку. Но сейчас будет лето. Будет жара. И вот эти вот штаны, от которых идет легкая такая прохлада, приятная, да, такая ткань, она, мне кажется, в холод греет, жару охлаждает. Вот такой вот, да, мам? Вот такой вот есть. Один, да. То есть и в этом, мне кажется, будет жарковато, да, днем в самый такой солнцепек. Поэтому вот так носить комплектом я решила, что я все-таки футболочку себе закажу и маечку, вернее. И, в принципе, отлично. Очень мягкая, комфортная ткань. Эта ткань тянется очень сильно. Это же вообще не растягивается никак. Вот. На мой взгляд, прочная. Маму мы стирали один раз, ничего не полиняла и не села. Не села. Как бы все нормально. Но мы стирали цветная стирка 30 градусов, деликатная ткань и так далее, и так далее. Ну что ж, мои дорогие, пишите свои отзывы, давайте нам наши советы. Пока вещи у нас дома. Пока мы думаем, что оставить, что нам идет, что нет. Очень необычная коллекция. Есть прямо вау, есть прямо фу. И все это на каждой женщине раскрывается по-своему. Иногда достаешь из пакета и кажется, боже, я такой носить не буду. А надеваешься прям очень хорошо и прям очень нравится. Поэтому нужны ваши советы. И действительно, от чистого сердца идет нам, не идет нам. Очень вас ждем. Всем пока-пока. С вами была Екатерина Шишкина, моя дочка старше 20 лет. Моя свекровь Кононова Ираида Геннадьевна. И я, Аня Кононова. Моя свекровь Кононова Ираида Геннадьевна.